Дорогие друзья, зрители и подписчики! Мы всегда стараемся собирать все новости про ваш любимый сериал, про его сюжет, про его дату выхода, а также рассказываем анонсы про них. Укажем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том, будет ли продолжение сериала. Также вы узнаете сколько всего будет серий и увидите их обзор и анонс серии из сериалов и когда выйдет новый сезон. Или будет ли вообще продолжение или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событиях о сериалах. Дорогие друзья, всем привет! Прошу вас подпишитесь на канал, ведь я так стараюсь для вас. Спасибо! Сериал Деревянный гребешок состоит из четырех серий. Сюжет сериала. Старинный талисман Деревянный гребешок переплетает судьбы цыганки Лалы и ее внучки Насти. Кому-то он приносит беду, а кому-то любовь. Настя на надежду на счастье с любимым перетеркивает трагическая гибель их общего друга, в которой обвиняют ее жениха. Спустя годы Настя, ставшая следователем, пытается раскрыть тайну того трагического события. Первая и вторая серия. 20 лет назад Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения. Она вышла замуж за его друга, сына прокурора Андрея Волошина и стала врачом. Тимур остался одиноким и строил карьеру, пока судьба вновь не свела их вместе. Спустя годы он становится замом ее мужа и дает понять Нане, что все еще любит ее. Нана не может ответить взаимностью, хотя и задыхается в золотой клетке. Тимур не догадывается, что удерживает возле Андрея не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Нана говорит Андрею, что подала на развод, но властный супруг напоминает ей о грехах молодости. Дочь Андрея и Наны попадает в аварию. Помимо травм у Саши находят серьезное заболевание. Третья и четвертая серия. Дочь Андрея и Наны узнает, что она им не родная. Нана в тайне от супруга поручает Тимуру разыскать биологических родственников Саши, ведь девочке срочно нужен донор. Нана пытается съехать от Андрея, но он перекрывает ей кислород и шантажирует. Тем временем Андрею тоже начинает угрожать Сергей, начальник полиции, который много лет назад скрыл тяжелое преступление Волошина. Нана отправляется на магию Веры Никоненко, умершей биологической матери Саши, чтобы возможно найти хоть какие-то зацепки. Ей становится известно, что за могилой ухаживает дочь погибшей, но эта информация шокирует Нану. Пятая и шестая серия. Удается найти биологическую сестру Саши Веру. Она не против того, чтобы стать донором для Саши. Кроме того, девушка дает Нане фотографию их с Сашей отца, и Нана просит Тимура помочь выяснить, кто же он. Лиза признается Сергею, что ждет ребенка от него, но возлюбленные объясняют, что не уйдет от жены. Тимур и Нана выясняют истинную причину их разрыва 20 лет назад. Тимур ищет свидетелей по делу умершей Веры Никоненко, в смерти которой винит себя Нана и узнает неожиданные детали. Седьмая и восьмая серия. Нана узнает тайны прошлого влиятельного мужа и понимает, что произошло 20 лет назад на самом деле. Тимур находит доказательство виновности Андрея, но понесет ли он наказание за содеянное в этот раз? Саша проводит операцию, а Андрея Волошина объявляет в подозрение. Страшная правда перестает быть секретом. Но каким будет искупление героев и какое будущее их ждет? Дорогой друг. Если вам скучно и не знаете, что посмотреть, то переходите на канал Любимое Кино и смотрите любимые фильмы онлайн без рекламы. Ссылочка на канал смотрите ниже. Субтитры создавал DimaTorzok